друзья всем привет меня зовут рита и сегодня я снимаю свой первый полноценный влог я признаться не очень понимаю чем отличается влог от самого ролика ну пусть он будет влогом сегодня будет такая тема распаковки у меня здесь шесть коробок они стоят уже неделю я обещала распаковать но учет как не распаковывалось и я хочу сегодня совместить вот эту распаковку с такой некой болталкой и ответить на некоторые вопросы которые вы мне присылали в телеграм-канале да мы там решили пообщаться более плотно кстати неплохо было бы подписаться но суть не в этом и начать я хочу с ответа на вопрос даже не столько на вопрос сколько может быть на укор о моей среде обитания мне очень понравился этот комментарий вопрос девушка спрашивает три то зачем вы снимаете постоянно какие-то студии там что-то создаете какой-то интерьер намного интереснее наблюдать блогера в его естественной среде обитания я не знаю как случилось так что вы не в курсе того что я собственно снимаю в основном из дома и из своего рабочего офиса ну вот она моя естественная среда обитания добро пожаловать в гости поэтому сегодня я снимаю из дома я сегодня снимаю без сценария я сегодня снимаю в том формате в котором я обычно нахожусь дома без украшения ничего и у меня дома живут два кота поэтому если кто-то из них появится в кадре или что-то где на заднем фоне грохнется вот как сейчас не знаю будет вам слышно или нет это моя естественно среда обитания ну что мне любопытно я не знаю как я вытерпела вообще эти две недели не распаковывая посылки давайте приступим и так посылки ножичек с чего бы начать давайте наверное начнем с распаковки посылки с рандеву вот так сохраним комната что я хочу сказать по поводу рандеву наверное это последний ролик в котором я буду упоминать название каких-то магазинов показывать коробочки вот такие вот распаковки по какой причине я приняла для себя решение прекратить сотрудничество со всеми магазинами со всеми площадками почему не потому что они плохие нет все хорошо я продолжу покупать парфюмерию и на том же сайте рандеву и на рентале и у ребят которые являются дистрибьюторами до ссылочки будут на промо-коды в ролике но это будет последнее скажем так мое последнее мое взаимодействие с рекламодателями почему мне не интересно мне не хочется быть привязаны какому-то контент плану потому что мой канал это история про моё хобби это мое удовольствие это мое наслаждение коробочку с вашего позволения я уберу а когда ты начинаешь с кем-то сотрудничать ты волей-неволей привязан к какому-то графику какому-то режиму и какой-то тематике плюс у меня ну просто сверх большое количество ароматов моей коллекции поэтому честно говоря я уже хочу немножечко притормозить и более полно обозревать свою парфюмерную коллекцию потому что там реально можно много где покопаться по полазить и много что насобирать ну стандартная тема для рандеву я за промочками не полезу что так что не так можно написать и здесь у меня приехала я снимал ролик про свои уходовые средства за волосами ну собственно вот она доехала что не вошло в ролик здесь мои любимые продукты от бренда массил кстати это не реклама как многие там к счастью боже я подозреваю что это реклама нет ребята это не реклама это то чем я пользуюсь вот она приехала вот я вам его показала промо кодов нет это маска и шампунь для окрашенных волос не будут долго останавливаться средства очень хорошие средства классные вот мне можно сзади тоже видите поэтому прям всем рекомендую пользоваться кто не хочет пользоваться не надо не пользуйтесь да у нас свобода выбора идем дальше давайте ориенталь я признаться уже не очень помню когда что заказывала потому что заказы шли очень долго у нас была неблагоприятная погодная обстановка и машины просто были заблокированы на трассе город не пускали я наверное никогда не научусь распаковывать вот эти вот коробки для меня это какая-то наук со многими известными нет все хорошо и так ориенталь люблю этот магазин здесь у меня ага так подтягиваются домашние питомцы если что-то сейчас кто-то мелькнет в кадре большое количество интересных композиций большое количество снятых композиций можно много что найти и я нашла для себя здесь на сама там абсент это мои поиски самый красивый артемизе полыни полыни в парфюмерии буду знакомиться буду пробовать вообще нежно люблю всей душой бренда сама там познакомимся продолжаем давайте наверное дальше ориенталь ага ребенок кошачий уже полез за танцы ну и деньги за пупырками благо пупырки большие так мой дорогой друг наверное мы с этим час под завершим ладно надеюсь что мы немножечко пригласим на монтаже сторонние звуки так вот про отказ от сотрудничества я не хочу делать из своего пар в канала какой-то вариант дополнительного бизнеса дополнительного заработка почему потому что я хочу получать от него удовольствие и как бы кто что не говорил когда ты начинаешь относиться к своему хобби как к работе она становится работы и вот это удовольствие она уже куда-то девается у меня в декабре было много коллабораций с разными продавцами парфюмерии мне это не понравилось с точки зрения того как я себя чувствовал поэтому я я не хочу поэтому я буду с нет обманула феврале в начале февраля выйдет еще одна коллаборация но она заключительная последняя потому что она пришла еще до нового года в общем так кого интересует вопрос по отказу от сотрудничества пожалуйста вы не выдумывайте никаких инсинуаций да что там что-то где-то левое правое задние передние что мы что-то с кем-то поругались ни с кем и не поругались хотя я так понимаю что все равно бла-бла-бла-бла в интернет-пространстве будет ну и окей пробничек 1881 чарути вообще не знакома с этим брендом буду пробовать но основная красота которую я ждала отстань это еще один аромат от джимми чу я на текущий момент собрала всю линейку и один из ароматов я даже задублила мне она нравится я в восторге от нее так коробочкой котики композиция коробочкой котик да давай идем куда-нибудь вот сюда и здесь мы найдем еще два аромата из этой линейки продолжаем ну собственно будем сказать ароматы из этой линейки дальше магазин allure parfum вот с этим магазином у меня случилась крайне неприятная история я по моему в октябре месяце сняла шортик где радостно весело смеялась над упаковкой чудесную губку техническую до домашнюю губку в поролончик в этот желтенький их отливантов но смеялась я недолго потому что эти отливанки выпарились буквально за месяц я совершила большую ошибку я не проверяла эти подборочки которые я заказывала я заказывал подборки по нотам и на минуточку стоили они 10 тысяч по 5 тысяч каждая из подборок у меня была подборка медовых ароматов и флорайку так вот я успела протестировать какое-то количество этих композиций дальше они у меня ушли в лист ожидания и что в принципе достаточно легко непринужденно хранится годами до отливанты с рандеву с духе рф с ренталь солюр парфюм умерли буквально за месяц они выпарились просто нещадно парят атомайзера я чухнулась этом делом заняться после нового года когда запланировала снять обзоры на эти ароматы собственно на эти боксы сеты и меня ждало прекрасное разочарование в полной мере пустые отливанты в общем мои 10 тысяч испарились как туман над водой ранним утром под воздействием солнечных лучей мне это было крайне неприятно тут мы девчонками тоже начали в телеграм-канале обсуждать этот момент и выяснилось что в принципе они славятся такой формой хранения я написала причем абсолютно прекрасно разговаривали в технической поддержке было просто изумительно великолепно все когда я написала именно в отдел рекламации отделу претензии рекламации там начались какие-то интересные вещи ну кроме орфографических и пунктуационных ошибок в ответах я да это уже даже внимание сейчас не обращаю тон был очень интересный тон был такой с под наездом с тем что это не со этот продукт не создан для длительного хранения хотя месяц длительное хранение я не очень представляю как можно израсходовать за месяц 5-10 миллилитров до отливантов которые в общей сложности я заказала маленькие отливанты в этих сетах были ну в общем не предложили 15 процентную скидку и послали меня свободное плавание я пошла в свободное плавание в общем больше я там отливанта заказывать не буду и это очень жаль потому что цены то неплохие и сеты у них хорошие и доставка полноразмеров прекрасная я являюсь давнишним пользователем этого интернет-магазина и маленький нюанс я общалась с ними как потребитель не как блогер ну вот такая вот история это не значит что я прекращу заказывать у них полноразмеры но вот к их отливантом я больше не подойду и к их сетом как бы мне не интересовали я тоже не подступлюсь и так два аромата упаковано все прекрасно все пришло замечательно качественно причем очень качественно упаковано запаха никакого нет буду немножко варварские тут все разрывать в общем смотрите сами я не с целью сказать ой 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 не покупайте ничего у алёра нет я про то что будьте аккуратны и внимательны и так как обещала да еще две композиции из линейки бутиковой бутиковой джимми чу здесь у меня так у меня здесь был ут да и он тут здесь у меня амбра амбра поцелуй и здесь у меня ирис крош вот собственно все что я хотела дособирать у меня полная линейка полная коллекция сделаю обзор на всю линейку хотя если честно вы просите делать обзоры на линейке я вижу что вам это интересно но к сожалению эти видео не набирают много просмотров и они очень своеобразны для скажем так для зрителя контента причем не только моего я обратил мышь такие ролики вот моно брендовые они принципе всегда меньше по просмотрам почему-то собирают их но в любом случае мне интересно я сниму на них обзор и я я правда я очень люблю эту линейку она меня наверное поразила так как давно ну что-то парфюмерии не поражало идем дальше так о чем я так я собственно ариф гош здесь у меня посылочка из интернет-магазина рев гош которую я очень долго ждала настолько долго что я даже забыла собственно что я заказала в ней боже мой какое счастье до пакетик с пробничками здесь люксовой композиции слушать а я ведь еще не показала вам подарки от алюров вот подарочки от алюров там можно выбирать я выбрала вот эти вот композиции дольче габбана мисс диор но собственно я их выбрала не для себя я с ним прекрасно знакомы это вообще не моя территория я их выбрал для дочки к ней приходит девчонки подружки и им приятно получать какие-то небольшие ништяки от парфюмерного блогера до сих пор скептически отношусь к этому названию ну да бог с ним и так я здесь заказала и собственно получила второй аромат из линейки лебан гербоа лебан гербоа потому что французский язык как английский не мой сильный не мой конек здесь аромат по моему вот я сейчас не помню да здесь new wave я делала обзор на всю линейку мне присылали на обзор вот этот очень шикарно оформленный сет подарочный и вот два аромата я разносила я полюбила и я их себе коллекцию за получила так ну что последняя коробочка ребенок сатаны ты покажешься в кадре рамзе стутан хамоныч рамзя я знаю что кто-то любит кто-то не любит но я сделаю такой небольшой финт ушами я вам покажу котельку потому что здесь сидит такой что крайне редко бывает очень прилично ничего не роняет да рамзик это годовалый сфинкс до красавица в общем он мелькал у меня уже как-то в распаковке давай но это чтобы знаете как для полноты понимания видения среды моей среды обитания что ну как сказала как сказать вот правда спасибо вам большое вообще классно иногда комментарии это прямо отдельный вид искусства а между тем духе рф духе рф магазин который ой не там магазин который не перестает радовать ценами сейчас у них стало неплохо с доставкой но к сожалению перестал радовать ассортиментом не знаю что у них случилось я честно говоря небольшая любительность проводить какие-то расследования блогерские парфюмерные около парфюмерной я попроще мне нравится не нравится пользуюсь не пользуюсь но в любом случае у них сейчас с выбором не очень хорошо и и меня смущает то что очень сильно пахнет здесь у меня большой заказ был здесь полноразмеры я наверное знаете что эти а пахнет он потому что он за счет леванты ух но ей как он сильно то пахнет но сейчас будем разбираться я наверное сейчас соберусь из себя конструкцию чтобы вы видели сделаю чтобы вы видели хотя бы что-то потому что камера стоит может быть сегодня не совсем удобно и я понимаю как я уже на микрофон и нашуршала и мы начнем распаковку того что я собственно заказала заказала я сержа лютонсон опять же один из любимых брендов я бы собрала у них абсолютно все если бы могла слушайте вот это неправильно да я распаковываю доставку с духе рф а в кадре в рекламе у меня вот так вот да они мне не платят мы с ними не сотрудничаем но вы можете написать что это реклама продажные обзоры ну вот это все ну да любой формат рекламы он работает на человек ну кроме рекламы на памятнике и так сэрш лютонс здесь у меня то что называется санта лужески я сейчас нахожусь в поиске своего идеального санта сандала и где только я его не нахожу вот один из самых прекрасных сандалов для меня нашелся в аромате джимичу посвященном розе какой там роскошный сандал какой там классный формат звучания этого сандала он ровно настолько имеет рассоленность чтобы не стать огурчиками помидорками ну прям просто идеальный я эту покупку сделал слепую по отзыву и очень сильно большие планы и взлака плане сандала так второй аромат я смотрю у них очень интересные маркировки мне так нравится этот отдельный вид удовольствия получать аромат из духе рф и смотреть на маркировку у них есть такая штука не маркирует я уж не знаю чем связано опять же скандал интриги расследования это мимо наверное не сфокусируется я наверное фотографии на монтаже добавлю здесь написано что это с луной луна либо это луна место поставки либо это откуда поставляется но в любом случае классно у меня практически вся солнечная система собрана и это отдельный вид ну такого прикольного формата и так следующий аромат следующий аромат у меня так это история которую я заказывала не себе но скорее всего себе оставлю я пошла по старичкам мне захотелось собрать люкс который был вот во времена моей молодости моей юности и моего детства я скажу сразу у меня нет истории про то что я с раннего детства увлекалась парфюмерии там вот это все у меня не осталось практически никаких альфакторных якорей почему потому что для меня парфюмерии на тот момент казалось ну чем-то таким во первых не очень доступным дано не казалось она и была поскольку наша семья не жила богатой и особых средств даже на какую-то нашу отечественную парфюмерию не было а потом мне казалось что это все излишне ярко излишне громко и ну в общем как то так мой нос не сильно выдерживал все эти вещи и сейчас у меня такой наверное новый период знакомства с этими ароматами с этими композициями которые я сказать планирую наверстать упущенное я не могу там не было ничего упущено потому что это в принципе не было ну в общем как то так буду знакомиться я уже купила некоторые ароматы кстати кстати я купила винтаж это мой первый винтажный аромат я про него сниму может быть коротенькую коротенькую зарисовочку но скажу это динтерс желуди наборчик два желуди ну это такой роскошный шипр но это был альфакторный якорь он был у моей бабушки она его носила примерно в том возрасте как я сейчас и вот мне как-то захотелось вот это вот делаю то ли закорить то ли вспомнить то ли придать символизма и я даже знаю в чем я буду на свое пятидесятилетие в апреле я скорее все буду в этом аромате вот такой символизм я хочу а я распаковала между делом ароматы дэн от кашарель и вот это то что я не помню как звучало тогда поэтому не особо сравним с нищим но это то что мне понравилось проект аромат я узнала от татьяна белау сегодня утром в своем телеграм-канале я и пропела просто воды это наверное один из самых одна из самых интеллигентных профимерных блогеров ну какой она прекрасный человек как она вот уметь все донести подать насколько она мила беспафосно и ну я просто ей восторгаюсь очень интеллигентная женщина очень стильная очень красиво ее стрижки и и формат ну то есть это блогер с которым у меня всю эту неделю идет парфюмерный запой это единственный блогера контент которую я употребляю на этой неделе вот как-то случилось так и мне от этого так хорошо и радостно и благостно я подозреваю что она не знает о моем существовании в глобальном масштабе мы не общаемся поэтому это не рекламный коллаборация ничего личного чистого сердца татьяна ну круто круто и шикарно так про эден я послушала ее рассказ про этот аромат он меня со страшной силой заинтересовала я сказал себе маленький маленький миллилитровый отливать я его сносила и я тут же заказала себе флакончик я не стала брать большой потому что потому что я в принципе если есть возможность здесь флакон поменьше я беру флакон поменьше мне этот аромат очень понравился еще раз менее чем сравнивать поэтому я понимаю что наверное ну версия которая старая она звучит намного интереснее ярче лучше и так далее но мне это тоже понравилось ну как тоже я не знаю мне это очень понравилось поэтому к шарель эден вот это вот зеленый он для меня не очень похож на ауру да там есть какие-то отдельные моменты временами что он отдает какой-то вот настроенческой вот темой ауры но все-таки аура это более современная композиция она звучит более вот актуально в плане подбора но компоновки этих нот здесь все-таки слышно то время то эпоха и то настроение собственно все я распаковала все что можно я рассказала то что могла рассказать чтобы молча не шуршать на камеру если досмотрели спасибо большое лайк подписка комментарии всегда приветствуются это нет ничего зазорного моя честь совесть не страдает таковы правила игры ютуба буду благодарны если вы подпишитесь потому что действительно большое количество смотрит без подписки это не в претензию вам это не значит что ах вы такие паразиты смотрите не подписывайтесь я знаю по себе заб dancesbaz забываешь ставить лайк забываешь оформлять подписку потом ищешь и если контент интересный ты погружаешься в этот контент и какие там кнопочки какие там комментарии а кстати комментарии крайне редко оставляю поэтому просьба лайк подписка комментарии все помогает продвижению, мотивирует. Ну, а мы с вами увидимся, как обычно. Рада была приветствовать вас у себя в гостях. Пока-пока.